На Тавриде это им, молодым, талантливым премию вручают. В этот раз всё наоборот. Те, кто были наставниками, получают награды из рук своих учеников. Ребята молодые, с которыми ты работаешь, они этим самым отмечают то, что им интересно, то, что ты им говоришь и то, как ты с ними общаешься. Резиденты Таврида — люди креативные. Вот даже к консервирусной рассадке подойти решили творчески, так, чтобы и социальная дистанция сохранялась, и зал не выглядел полупустым. Всё, что происходит на сцене, они тоже придумывали сами. Это ведь форум молодых деятелей культуры и искусств, так что среди них есть и танцоры, и режиссёры, и рэперы. Мы тут приехали, и оказалось, что здесь есть премия, и сегодня мы проводим не бездарное это время. Меня сегодня выбрали как участницу и исполнительницу, которая будет вручать на эту премию, выражать свою благодарность за предоставленные возможности вообще нам, как бы начинающим, только артистам, как-то где-то себя проявить, показать и стать замеченными. Знаменитая табакерка всегда была территорией творчества и свободы. И, конечно, не случайно премию «Легенды Таврида» вручают именно на новой сцене театра Олега Табакова. Так он теперь официально называется. Лауреатом стал и сам Олег Павлович Табаков. Награду ушедшего из жизни режиссёра получила его вдова, актриса Марина Зудина. Ещё один лауреат Юрий Башмет сейчас с гастролями в Челябинске. Он присутствовал онлайн. Игорь Крутой не раз откладывал все свои дела, чтобы встретиться с участниками Тавриды в Крыму и вот теперь в Москве. Тут молодёжь, у которой свои ориентиры, свои герои. И вдруг меня как из чуланчика достали. Но я хорошо отношусь к Тавриде, поэтому, наверное, эти чувства взаимы. Геолокация немного необычная. За шесть лет существования арт-кластера все привыкли, что он базируется в Крыму. Но в этом году географию расширили и резидентов Тавриды, то есть те, кто уже бывал на форумах, собрали в Москве. Конференции, мастер-классы. Программа довольно насыщенная. Эта премия кардинально отличается от всех остальных, потому что её нельзя получить за свои собственные успехи, какими бы выдающимися они ни были. Это премия, которая даётся великим мастерам не за то, что умеют они сами, а за то, что они готовы отдать новому поколению деятелей культуры. Следующую встречу участники планируют уже на берегу Чёрного моря, но такие арт-фестивали в столице тоже могут стать важной частью Тавриды.